Два часа дня в Одессе в прямом эфире седьмого новости в студии Игорь Буренко. Здравствуйте! Из Одесской оперы в Королевскую. Дирижер из Одесского оперного театра Оксана Лынев поставила балет «Челкунчик» в шведской королевской опере. Она же и руководит в постановке одним из старейших оркестров мира. Его основали в начале 16 века. Рождественскую постановку уже представили европейской публике. Отмечу, европейские критики называют Оксану одной из самых успешных женщин-дирижеров нашего времени. В Свято-Иверском монастыре готовят рождественскую сдобу. В трапезной к празднику испекут больше тысячи калачей. О том, как проходит старинный обряд в сюжете Юлии Федоровой. Рождественская традиция Чтобы мягкое было тесто, не тугое, не забитое, а чтобы было пышное, мягкое тесто. Когда замешиваешь, и будут, и получатся домашние калачи. Здесь готовят 500-граммовые калачи. Их выпекают по старинной рецептуре, включающей в себя исключительно натуральные ингредиенты. Еще стружки ставим в духовочку. Подойдут. А потом заведем. Рецепт дрожжевого теста простой. Чтобы испечь настоящий калач, нужна мука, молоко, дрожжи, яйца, сахар, подсолнечное масло и соль. У нас нет ни рехлителя, ничего. Все натуральные продукты. Яйца, молоко, масло. По традиции тесто кладут в теплое место, чтобы подошло. Затем выкладывают на разделочную доску, разделив на две части. Скатывают валики и переплетают их вместе. Одна половинка качается. Качается вторая половинка. Самое главное, говорят мастера, готовить обрядовый хлеб с открытым сердцем и светлыми мыслями. Никакого секрета нет. Просто душу уложить, удовольствие от этого получить. Калачи кладут на форму, смазанную подсолнечным маслом. Когда тесто подойдет, его смазывают яичным белком и отправляют обратно в нагретую духовку. Красивенькие были они. Все-таки же праздник у нас. Перед тем, как отправить рождественский хлеб в печь, по обычаю его крестят. Главное, чтобы они не перестояли в духовке. Всего мастера Свято-Иверского монастыря выпекут к Рождеству больше тысячи калачей. Приобрести здесь их может каждый желающий. Юлия Федорова, Игорь Казанжи, Седьмой канал. А вот в мужском патриаршем монастыре пройдет Рождественская Божественная Литургия. Начало богослужения в 23.45. А в 17.00 начнется Рождественское Всеношное Обдение в Свято-Успенском Кафедральном Соборе. И дальше поговорим о погоде на празднике. 7 января синоптики обещают в Одессе сильный дождь со снегом. Также ожидается гололед, метель, налипание мокрого снега, снежные заносы и порывы ветра до 20 метров в секунду. Одесситов просят на время непогоды ограничить поездки и не использовать личный автотранспорт без крайней необходимости. Напомню, накануне днем движение грузового транспорта в Одессу было ограничено, но уже к вечеру мэрия дала разрешение на въезд грузовиков в город. И пока у нас на этом все. Следить за новостями седьмого канала можно на официальном сайте, в Твиттере и социальных сетях. Ну а если вы стали очевидцем интересного события, звоните нам в редакцию. Телефон 726-32-26. Увидимся через два часа. Оставайтесь седьмым. Редактор субтитров А.Семкин